На губернаторскую елку приглашены победители областных и республиканских предметных олимпиад, победители творческих конкурсов и спортивных состязаний, а также дети из малообеспеченных и многодетных семей. Все эти одаренные мальчишки и девчонки на время отложили свои учебники и тетради, чтобы провести время на веселом празднике. Уходящий год для этих ребят был насыщенным, они много трудились, чтобы получить заветный билет на красочное торжество. Очень активно я уже веду себя, проявляю себя, я понимаю, что время, которое у нас есть в нашей молодости, его нужно ценить, и поэтому я его использую по максимуму. Целый год я выступала на разных концертах, на разных мероприятиях, пела на конкурсах и вот как бы выделилась, и меня пригласили на эту елку. Я во второй раз, я безумно рада, что меня еще раз пригласили, это безумно ценно для меня, я счастлива здесь быть. Я старался хорошо учиться, я по итогам у четверти отличник, и также я занимался футболом, я очень сильно старался, я хотел впасть на эту елку. Новогоднее представление началось еще в холле возле красавицы елки. Здесь для мальчиков и девочек веселые персонажи из разных сказок подготовили игровую танцевальную программу. И пока веселилась детвора возле новогодней красавицы, у взрослых была возможность поближе познакомиться с творческой деятельностью талантливой молодежи, которая активно развивается в регионах. Выставка работ поражала своим многообразием и подтверждала, что дети Брещены полны талантов. Об этом говорил и почетный гость праздника, председатель Брестского облсполкома Анатолий Лис. У нас много творческих детей, у нас много руководителей, которые занимаются творчеством, художественной самодеятельностью. Ну а дети, они всегда ждали Нового года, и для них это праздник, каникулы, подарки. Поэтому отменять, конечно, такое мероприятие никто у нас ни в стране, ни в области не планировал. И оно проводится, естественно, с мерами предосторожности. В более малых коллективах мы не стараемся уже приглашать. И в этом году со всех регионов, допустим, сюда на областную елку. На новогодний праздник были приглашены только дети из Бреста и Брестского района из-за непростой эпидемической ситуации. Правда, оставить без внимания подарков ребят из других уголков Брестской области было невозможно. Мы сделали видеообращение ко всем детям и во всех районах, городах, где проводятся вот эти акции, они услышат мое выступление, то, что я и здесь буду говорить. Поэтому у них такая возможность будет увидеть, услышать меня. Председатель Брестского облсполкома поздравил собравшихся одаренных детей с наступающим Новым годом, пожелал им успеха во всех начинаниях, здоровья и счастья. А от имени детворы губернатору региона преподнесли памятный новогодний подарок, изготовленный вручную сувенир. В ответ последовали конфеты. После чего был дан старт яркому представлению «Новый год и часолет». Стильные декорации, яркие костюмы, отличная постановка и актерская игра детей завораживали каждого зрителя. Такой праздник надолго останется в памяти ребят. Новый год – волшебное время исполнения любых мечтаний. Как ни странно, желания мальчишек и девчонок, которые они будут загадывать в новом 2021 году, похожи. Желаю здоровья – это самое главное в данной ситуации. Счастья, чтобы все были счастливы. Оставаться такими же добрыми и счастливыми людьми. Я хочу пожелать всем успехов в следующем году. Я хочу пожелать, чтобы все были здоровы и чтобы все были счастливы. Потому что счастье – это то, что нужно всем. И пусть желания наших детей обязательно сбудутся. Ирина Кузьмич, Андрей Щерба, Александр Василевский, телекомпания ВУК-ТВ.